Так, попытаюсь показать, как сделана телеметрия и доступ к брейну в Граупнере. Значит, здесь всё идёт, не знаю, как сделать, чтобы было видно, наверное, воспользуюсь стилусом. Здесь всё идёт у нас через телеметрию. То есть вот здесь у нас, когда мы входим, мы видим примерно такое. Это у нас данные, которые идут с приёмника, не с FBL, а с нашего брейна, а с приёмника. Нам надо включить, что мы хотим данные получить от ESC, то есть от Speed Controller, потому что у Граупнера у него немножко другая идеология. У него, если я так понимаю, все параметры алармов, всё выставляются в HOT-овских сенсорах. То есть не в самом пульте, а в сенсорах. Сенсоры говорят, когда кричать алярм, когда проблемы, когда что. Поэтому, чтобы знать, к какому сенсору мы хотим иметь доступ, мы должны сначала это указать. И дальше мы листаем. Это, собственно, настройки его встроенных FBL. В данном случае его встроены вертолётные FBL. Естественно, в штатном ресивере типа ГР-16 этих всех настроек не будет. Там будут свои настройки. Сейчас мы долистаем, собственно, до настроек брейна. Вот они. Я уже тут ходил. Сейчас. Вот оно, собственно, и есть. То есть сначала первое, что мы видим, это вот этот HOT-эмуляйшн. Это как раз то, о чём я говорил. Работает всё относительно быстренько. То есть вот оно, ESC. Я выставляю, что как бы FBL-ка у меня считается как спид-контроллер. И вот здесь, собственно, все данные, на которые она будет орать. Дальше поехали. Значит, собственно, я попытаюсь сделать то же самое, что я показывал на спектру. То есть поменять agility головы. Здесь, конечно же, всё сделано несравненно удобнее. То есть где у меня там это было? Ну, во-первых, видно, что быстрее всё работает, конечно же. Вот он наш циклик. Заходим. И здесь я сразу же могу в сетапы переключать. Вот он переключается. И регулирует циферку для каждого сетапа. Это тоже очень удобно. Сейчас мы найдём... Что я там хотел? Agility найти. Вот оно, Agility. Допустим, я хочу отрегулировать Agility для сетапа 3. Вот он, Bank 3. Как бы активировался. Мы входим и крутим. Естественно, проблема... Так. Это что у нас ещё? CX. А, я понял. Это... О, как классно. Это по десяткам тоже можно, оказывается, изменять. А я не знал. Между прочим. То есть C и X, вот это вот, это римские цифры переключаются. Так. Значит, мы ставим... Опять возвращаем 90. И сет. Во как. Значит, я думал уже, что они совсем нагло отмороженные. Потому что я хотел вот здесь, вот здесь вот, изменить. Поставить здесь было 6 тысяч. Я с большим трудом по одному долистал. Сейчас. Так. Сейчас попробуем. Так. Yes. Вот. А я с большим трудом... Да, блин. Не то нажал. Мне немножко сложно работать, потому что я левша, а тут всё сделано под правшу. Ну, это уж таким уродом уродился, да? Вот я хочу сейчас поставить 3500. Ну, вот, собственно. То есть здесь всё это сделано намного на порядок удобнее, чем это сделано через спектр. Ну, как бы, единственное, что надо вникнуть, конечно, в саму эту структуру. Немножко погемороится с входом в неё, но в целом всё достаточно, я считаю, удобно. Здесь, конечно же, есть глюки. Ну, например, если я хочу поменять параметры логирования... Где-то были они здесь. Да, вот диагностик. И... Если мы дальше начнём листать, то, допустим, 4, 5... Да, 4 и 5 каналы, они почему-то у нас не показываются вообще. Хотя они на самом деле есть, просто, очевидно, тексты там не забиты. Ну, вот, собственно, и вся наша интеграция. Ну, вот, вот, вот.